Наша пронаука, наш фестиваль посвящен великим ученым и их великим открытиям. И когда мы представляем себе этих великих ученых, то нам почему-то кажется, что чаще всего это такие суровые, мрачные, всегда погруженные в свои размышления люди. И они всегда думают о каких-то важных, очень серьезных делах, которые приводят потом к замечательным открытиям. Но на самом деле, когда мы общаемся с этими великими людьми, мы обнаруживаем, насколько это веселые, радостные люди, которые умеют очень ярко, интересно шутить. И сами по себе они тоже такие люди необычные, иногда веселые, странные, иногда чудаковатые, и о них рассказывают множество анекдотов. В общем, настоящие ученые, это не просто серьезные люди, но это, вот как написано здесь на экране, это люди чаще всего несерьезные. Более того, я сразу скажу о том, что только не очень серьезные люди на самом деле совершают великие открытия. Вот прежде всего об этих несерьезных людях создается множество веселых анекдотов. Пока я рассказываю, можно какие-то из них прочитать, а какие-то из них прочитаем мы с вами вместе. Но прежде всего ученые, это, конечно, чудаки. И мы положены быть чудаками, потому что они всегда погружены в размышления. Я и по себе знаю, что когда я думаю о лекции или о какой-нибудь статье, я могу вообще очень много вокруг себя не заметить. А уж если речь идет, например, об Эйнштейне или о Менделееве или о Ботлерове, то понятно, что эти размышления занимают их целиком. Но вот есть множество интересных анекдотов. Например, отец кибернетики Ноберт Виннер славился вообще чрезвычайной забывчись. Но это уже нормально, как мы с вами выяснили. Когда его семья переехала на новую квартиру, его жена положила ему бумажник-листок, на котором записала новый адрес. Она отлично понимала, что иначе муж вечером, когда будет возвращаться из университета, он не найдет дороги домой. Но в первый же день, когда ему пришла в голову очередная замечательная идея, он полез в бумажник, нашел там листочек, потому что другого не было, достал оттуда этот листочек с адресом и написал на обороте несколько формул, понял, что идея не верна, листочек выбросил. Вечером, как ни в чем не бывало, он вернулся к себе домой по прежнему адресу. Обнаружилось, что в старом доме никто не живет, он обернулся и увидел девочку, которая стояла рядом, и он сказал, девочка, я профессор Виннер, моя семья недавно переехала отсюда, не могли бы вы сказать, куда именно? Девочка его внимательно выслушала и сказала, да, папа, мама так и думала, что ты все заботишь. Ну вот такого рода интересная история, но не только о чудаковатых, здесь тоже продолжение некоторых анекдотов, не только о чудаковатых ученых, но еще о том, что в жизни ученые часто проявляют необычайное остроумие, потому что они привыкли к необычным мыслям и необычному ходу мыслей, и в разговоре с обычными людьми это остроумие у них ярко проявляется. Ну вот, например, Эйнштейн однажды был в гостях у знакомых, начался дождь, Эйнштейн собрался уходить, ему предложили надеть шляпу. Зачем, сказал Эйнштейн, я знал, что будет дождь, именно поэтому шляпу не надел, ведь она сохнет дольше, чем мои волосы, это же очевидно. Ну и про Эйнштейна вообще много анекдотов рассказывают. Одна знакомая просила Эйнштейна позвонить ей по телефону, но предупредила, что номер трудный. 2-4-3-6-1. Чего что трудного, сказал Эйнштейн, две дюжины и 19 в квадрате. Но это анекдоты о ученых, которые... Вот, кстати, Виннер у нас здесь с вами на экране, и можно представить себе, как он пришел домой и с удивлением обнаружил, что там сейчас никто не живет. Но вот здесь рассказы анекдотические, такие полулегендарные, о более сложных вещах, потому что ученые всегда думают о каких-то трудных формулах, о теоремах. Мы говорим прежде всего о физиках, химиках, математиках, хотя о гуманитариях мы с вами, конечно, тоже вспомним. И эти трудные вещи, они зачастую обычным людям, ни физикам, ни химикам, ни математикам непонятны. Ну и сами физики, например, залезли сейчас в такие дебри, что и сами не очень хорошо понимают, куда они попали. А всегда все то, что кажется страшным, прежде всего мы должны этого защититься, и в этом функция юмора. Юмор нас спасает от всего непонятного, загадочного и страшного. Но вот когда-то наши далекие древние предки очень боялись демонов всяких и духов, которые жили в лесах, и считали, что от лешего можно защититься смехом. И вот от сложных физических построений, от сложных химических конструкций можно тоже защититься смехом, и тогда наш ум и наша психика выживут, когда мы погружаемся в эти совершенно непонятные, с помощью здравого смысла обычного разума, какие-то сложные материи. И поэтому ученые очень любят над всем этим смеяться, над тем, чем они занимаются, потому что это свидетельствует о здоровом отношении к жизни. Ну, например, биолог, инженер и математик пьют кофе в патио и замечают, что на другой стороне улицы в дом зашли два человека. Через некоторое время дом покинуло уже три человека. Биолог, двое размножились, и дом покинуло трое. Инженер, нет, проще все, на самом деле наше первоначальное наблюдение содержит ошибку. В дом вошли три человека. Математик, вы оба ошибаетесь. Нужно дождаться, пока в дом войдет еще один человек, и тогда он снова будет пуст. Вот для того, чтобы понять этот анекдот, нужно хорошо представлять себе, как мыслит биолог, как мыслит инженер и как мыслит математик. Когда вот эти сложные идеи только начали появляться, а прежде всего это стало происходить, когда появились не классическая химия, не классическая физика, а это самое начало XX века, то вот тогда и начался взлет вот этих вот анекдотов об ученых и их открытиях. Есть несколько моих очень любимых эпиграмм, которые перевел Самуил Маршак на русский язык. Эти эпиграммы, они связаны как раз с тем же самым Эйнштейном, потому что первое столкновение человечества с чудаком-ученым и с совершенно непонятными его открытиями, это как раз вот появление Эйнштейна на мировой арене. И вот одна из эпиграмм. Был этот мир глубокой тьмой окутан, да будет свет, и вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша, пришел Эйнштейн, и стало все как раньше. Или еще тоже вот эпиграмма, переведенная Маршаком. Сегодня в полдень пущена ракета, она летит куда быстрее света, и долетит до цели в 6 утра, вчера. Нужно представить себе, как люди начала 20 века с их привычкой к здравому смыслу, к неторопливому ходу жизни, еще не было ни аэропланов, ни автомобилей. Вот как они воспринимали эту теорию относительности, и в каком шоковом состоянии они были, что защищались от этого, возвращая себе здравый смысл, вот такого рода эпиграммами. Но действительно есть целый ряд анекдотов о научных открытиях, которые можно понять только если мы немножко представляем себе, а в чем суть этих открытий. Ну вот, например, такой анекдот. Частицы входят в бар. Тахион заходит в бар. Бармен, тахионы не обслуживаются. Странно, говорит тахион, а завтра обслуживали. Точно так же, как в эпиграмме про теорию относительности, та же самая ситуация. Тахион — это такая гипотетическая частица, которая движется со скоростью, превышающей скорость света. И поэтому, если она летит быстрее скорости света, то причинно-следственные отношения оказываются нарушены. Соответственно, если то, что было раньше, повлияло на то, что будет позже, здесь все нарушено, и происходит событие совершенно наоборот. То, что будет позже, повлияло на то, что будет раньше. Или продолжение. Нейтрино заходит в бар. Бармен, эй, ты, таких, как ты, мы тут не обслуживаем. Нейтрино отвечает, да ладно, я тут просто пройду. Нейтрино — это очень маленькая и быстрая частица. Она способна проникать сквозь все материалы, совершенно с ними не взаимодействуя. Вот поэтому я тут пройду, ты меня даже не заметишь. Или ученые придумывают какие-то сложные мнемонические, юмористические выражения для того, чтобы запомнить какие-то сложные конструкции. Ну, мы все с вами знаем, как запомнить цвета спектра, да, про охотника и фазана. А есть гораздо более интересные, например, варианты. Но это тоже все еще пока очень простенько. Например, каждая образованная женщина завтракает горячими сырыми фрикадельками. Тоже хорошая шутка со стороны физиков. Или, например, как однажды Жан звонарь, головой снес фонарь. Ну, то же самое, но это все давно еще Ньютоном было открыто, так что это не самое интересное. А вот как запомнить спектральные классы звезд по классификации Гаврской обсерватории? Запомнить просто, нужно выучить фразу. Один бритый англичанин финики жевал, как морковь. Значит, О, Б, А, Ф, Г, К, М. Вот мы их так и запомним. Естественно, это русская фраза, есть и английские варианты. Но вот наше Солнце относится к тому слову, класс G, поскольку к тому, что он является словом жевал. Ну, или как запомнить расположение планет Солнечной системы. Мы встретимся завтра, мой юный спутник, у новой планеты. Мы это, Меркурий. Встретимся Венера, завтра Земля. Затем, значит, мы встретимся завтра. Ага, вот я просто потеряла. Дальше мой юный, мой Марс, юный Юпитер, спутник Сатурн, уран, новый Нептун. А вот с планетой тут нам астрономы все испортили, потому что Плутон перестали считать планеты. Вот, для того, чтобы, повторяю, для того, чтобы выжить, мы и все ученые самых разных направлений придумываем разные шутки, когда сталкиваемся со сложными непонятными вещами. Но мы идем дальше. Так, секундочку. Вот. Но бывает такое, что и ученые придумывают что-нибудь странное. И даже великие ученые придумывают что-нибудь странное. Например, человек, который открыл графен за несколько лет до этого замечательного открытия, за которое он получил Нобелевскую премию, он получил Шнобелевскую премию. Поэтому, на самом деле, когда ученый о чем-то так вот глубоко думает, как мы сказали, глубоко во что-то погружен, и размышляет о сложных вещах, и при этом чудак, и попадает не в свой дом, и так далее, он может придумать что-то замечательное, а может придумать и что-то абсурдное. Более того, он зачастую даже сам не знает, а что он придумает. Окажется ли это открытие великим, или это будет ошибка? Когда однажды, это было лет 10 всего лишь тому назад, одного из замечательных биологов Петербургского университета спросили, вот вы обещали, что, он член-корреспондент Академии наук, что вот за эти полгода вы придумаете то-то и то-то. Вы это сделали, сурово спросили чиновники от науки, он сказал, нет. Вы спросили, а к какому же результату вы пришли? Он сказал, я понял, что это была ошибка. Была ошибка, и это есть на самом деле замечательный результат. И сказано, это было с юмором, но вот этот юмор, к сожалению, не все понимают. И поэтому ни один, даже великий ученый не застрахован от того, какую премию он получит, Нобелевскую или Шнобелевскую премию. Значит, эта премия была учреждена, я напомню, в 1991 году, совсем недавно. И награждение происходит так, я сейчас процитирую. Значит, вручается она по 10 номинациям в Гарвардском университете. Премия происходит следующим... вручение происходит следующим образом. В зале собираются профессора, они надевают на себя фески, искусственные носы, какие-нибудь громадные очки, маски. То есть надо прийти обязательно в таком карнавальном костюме. Приглашенные гости запускают бумажные самолётики. И надо представить человека, который победил, получил эту премию, то есть за какое открытие это будет дано. Ну, а премия это такие вот медальки из фольги, игрушечные тоже. Вот за что это будет дано, надо всего лишь за одну минуту представить. И такая девочка с скучающим капризным голосом сидит в зале и говорит, если дольше, значит, ну перестаньте уже, это скучно, надо уложиться в одну минуту. Вот за что, например, такие премии дают. В номинации психологии однажды лауреатом стала группа из Франции за ценные исследования о том, почему пьяные люди считают себя более привлекательными, чем все остальные. Ну, в общем, мы без Шнобелевской премии это все знаем. Или индийский учёный получил премию по математике за доклад вычислений общей площади индийских слонов. Очень важное исследование. Или американский учёный получил премию по физике, почему при включённом душе шторку затягивает внутрь. Оказывается, там внутри возникает атмосфера низкого давления, такой вот центрирующий воздух, и поэтому эту шторку туда затягивает. Ну и группа учёных из Великобритании, британские учёные, получили премию по биологии, брачное ухаживание страусов за людьми на британских фермах. Ну вот я уже сказала о том, что никто из учёных не застрахован от того, что он получит Нобелевскую премию, лишь Нобелевскую премию, потому что до чего человек додумается, и смогут ли понять, что даёт это открытие в тот или иной момент, на самом деле дело непредсказуемое. Но поскольку мы с вами находимся в Казанском университете, то, конечно, нас больше всего интересуют наши родные великие учёные. И вот мы с вами помним с вами сейчас несколько историй из жизни великих казанских учёных, а может быть, не всегда великих, разных, потому что всегда бывают учёные и великие, и невеликие одновременно в одном университете, и студентам могут попасться замечательные преподаватели и плохие преподаватели, и никогда не бывает так, чтобы собрались только все великие. Мне иногда кажется, что несколько смешных преподавателей или несколько смешных учёных, это тоже очень важно, чтобы они были в таком коллективе, и чтобы были такие чудаки, про которых потом можно было вспомнить и рассказать похожие истории. Более того, мне очень хочется, чтобы однажды была издана книга, и были собраны все весёлые истории о учёных Казанского университета. Есть вот сайт ВКонтакте, где студенты рассказывают весёлые истории, которые происходили на лекциях, но, может быть, не только про то, что на лекциях происходило, но именно вот про учёных, чтобы показать, что и великие учёные тоже шутят, и им свойственен юмор, и что жизнь в Казанском университете, она была действительно весёлой, глубокой, интересной и так далее. Может быть, когда-нибудь такую книгу мы и соберём. Но вот для начала был такой замечательный совершенно учёный Карл Клаус, который открыл рутений. Это химический элемент, он был вообще немцем по происхождению, и вот он работал в Казанском университете, и назвал элемент, который он открыл, в честь своей новой родины, в честь своего отечества, то есть рутения на латыни Россия. И этот элемент позволил Менделееву завершить создание его периодической системы. Так вот, Карл Клаус, судя по воспоминаниям, был такой небольшой, приземистый, но по фотографии это не очень понятно, коренастый старичок, и о нём вспоминают вот уже, когда он был достаточно пожилым человеком. Он был с чисто немецкой физиономией, с большой лысой головой, с длинными почти совсем седыми волосами, ярким румянцем и ясными голубыми глазами. Массивные золотые очки держались на самом кончике вздёрнутого кверху и слегка приплюснутого носа. Сравнивайте пока с описанием. Это был удивительный совершенно оригинал. Он был весь предан химии, и она обязана ему добросовестным исследованием остатков от обработки русских платиновых руд и открытием в них нового элемента. Каждое утро и целое утро Клаус проводил лаборатории и возился над исследованием свойств металлов, сопровождающих платину. При этом он имел странную и удивительную привычку – упробовал все растворы металлов на вкус. Мы всегда удивлялись, как он не сжигает себе языка сильными кислотами и не отравляет себя. Впрочем, язык его до некоторой степени был застрахован. На нём лежала широкая полоса нюхательного табака, который он имел привычку постоянно безосновочно нюхать. Очень часто в его серебряной сундучком табакерке табаку не оказывалось. Тем не менее, он продолжал инстинктивно запускать пустую табакерку пальцы и нюхать их так, как будто бы в них была добрая щепоть табака. И он был горяч, вспыльчив и удивительно рассеян. Вследствие этого с ним случались наикомичнейшие анекдоты. Он иногда являлся в лабораторию в туфлях, стирал с доски на аудиторию мел носовым платком, вот так вот стряхивал на аудиторию, и на его место засовывал в карман лабораторное полотенце. Ну и ещё одну замечательную историю о нём рассказывают в воспоминаниях. Он любил играть в шахматы. Если он получал мат, он выбрасывал шахматы, выходил из себя и убегал вон. Он, его соперник, не собирал шахматы, хладнокровно говорил всем, кого интересовал этот шахматный беспорядок. Что это разбросал Клаус, что он придёт и соберёт шахматы. Действительно, проходило некоторое время, да, несколько дней. Клаус приходил, собирал шахматы, и партия продолжалась. Он ещё любил играть в карты, и партнёры, зная его страстность, в шутку один раз зимой потасовали, сдали карты так, что он должен был проиграть в большую и верную игру. Клаус проиграл, вскочил, схватил себя за волосы, и, подбегая к стене, начал колотить себя головой в стену. Все, разумеется, бросились его удерживать, говоря, что это шутка. Нет, кричал Карл Калыч, это позор, я не хочу жить. Насилу удалось его разумить. Он выскочил в переднюю, в сене, без шубы и шапки, бросился с высокой крутой лестницы на улицу, оступился, скатился и был понят практически замертво. Вот такие страстные люди работали в Казанской университете. Вот ещё один замечательный учёный, памятник которого он стоит совсем рядом с тем местом, где мы с вами сейчас находимся, это Александр Михайлович Бутлеров. И если вы думаете, что он всю жизнь был такой серьёзный, как на этом изображении, то вы, в общем, опять же, ошибаетесь. Вот здесь вот небольшая история, связанная с тем, что Бутлеров был очень сильным человеком. Вот опять же, по изображению не скажешь. Когда он ещё только был начинающим, в Казани выступала такая цирковая итальянская труппа Раппо. Кстати, Лев Толстой тоже бывал на их представлениях. И этот самый Раппо, главный актёр в этой труппе, он был очень сильным человеком, он был силач. Вот Бутлеров увлёкся такого рода упражнениями, и он проявлял вообще потрясающую физическую силу. Он сделал себе чугунные гири, жонглёрские металлические мячики, палочки, столбы, кольца и лестницы для гимнастики. И они всегда там упражнялись. Его друг мог поднимать 10 пудов на одном мизинце правой руки. 10 пудов – это 160 килограммов. Верховое искусство было поднятие с полу двух дюжин лёгких плетёных стульев за две ножки одной правой рукой. Каждый раз, как приезжал ко мне Бутлеров, он оставлял у меня в виде визитной карточки свой инициал – букву «Б», согнутую из кочерги. Один раз мы пошли с ним в университет, в императорскую канцелярию, которая была в полутёмном коридоре нижнего этажа. В коридор вели большие двери, одна половинка их зацеплялась за толстый массивный крюк, вделанный в стену. В то время, которое я пробыла в канцелярии, в каких-нибудь четверть часа Бутлеров успел разогнуть этот толстый крюк. Представляете, Бутлеров в нашем нынешнем университете, он бы тут всё разломал у нас, а ведь какое-то время он, кстати, был даже ректором Казанского университета. Ну вот, чуть менее известные учёные, но тоже преподаватели-профессора Казанского университета. Ну вот здесь мы видим такое карикатурное изображение профессора и студентов, и нашим героем в данный момент будет некий профессор Винтер. Лекции свои, не зная русского языка, он читал в нашем университете по-французски, и студенты над ним потешались. Ну, тоже представьте себе, что вам читают лекции по-французски, а вы французского не знаете. Каждую субботу он спрашивал студентов, такой коллоквиум проводил из прочитанного, и там были настоящие курьезы. Студентам, поскольку они не знали французского, разрешалось отвечать по-русски, а так как последнего профессора не понимал, то отвечать можно было всё что угодно. Вместо лекций рассказывали сказки, рассказывали истории, травили анекдоты, молитвы и так далее. И Винтер следил, если окружающие засмеялись, то он ставил 4, а если сохраняли полную серьёзность, соответственно, они получали 5. Единственное, он следил за цифрами, то есть датой надо было называть правильно, потому что цифры по-русски Винтер знал. По-русски знал. Здесь вот рассказывается тоже с опорой на воспоминания студентов Казанского университета о некоторых ещё замечательных историях, которые с Винтером происходили. Вот ещё один преподаватель, Дюнкт Камбек, который, кстати, преподавал у студента Льва Толстого. Он читал «Римское право». Я прочитаю маленький фрагмент из воспоминаний человека, который учился примерно в одно время с Львом Николаевичем Толстым. Лекцию он читал по тетрадке, переписанной студентами с сокращениями некоторых слов для скорописи при записывании лекции. Ну, современные студенты сейчас уже лекции почти не записывают, но если записывают, то тоже сокращают некоторые слова. Например, «крагу», вместо которого, и он так и читал «крагу», будучи вполне убеждён, что так следует читать по-русски. Чтение его походило на диктовку монотонным убийственным голосом. Часто лекцию он прерывал на переносе, на полусловие, например, «зна», а следующая лекция начинала с предложением слова «ни-е». Такие остановки и перенос он тщательно отмечал карандашом, чтобы не ошибиться, с чего начать. Или, например, тоже он читает «Римское право», приходит в аудиторию, садится на кафедру, раскрывает тетрадку, начинает диктовать «рымское право» с большей буквы «точка». С новой строка, скобка лекции профессора Камбека, точка, заперет, скобка и так далее. При этом физиономия, пишет студент, уморительная, кривой смотрит на тетрадку, приноравливая свой единственный глаз и всё-таки всё искажает. Так что вот такого рода лекторы и преподаватели, немножко смешные, тоже были в Казанском университете. Ну и последний, вот ещё один, а, привет, последний пример, это такой был Иван Калиникович Ерохов, ординарный профессор, ветеринар. Он всё время носил сюртук горохового цвета, был немножко горбатым, и студенты над ним смеялись и говорили, что у него сзади под сюртуком спрятана обезьяна. Это было очень обидно, и этот профессор даже попал в студенческие песенки 20-30-х годов XIX века. Ну вот это тот пример, когда, наверное, смешки студентов, и вообще, когда преподаватель, профессор выглядят смешным, это было не очень хорошо. Во всех остальных случаях действительно истинная, искренняя веселость всем помогала. Ну и, кстати, очень много весёлых совершенно анекдотов о Николае Ивановиче Лобачевском. Несмотря на то, что студенты его очень любили, это был величайший учёный, тем не менее, интересных историй о нём тоже рассказывали много. А вот это уже моё семейное воспоминание, это уже XX век, это Николай Григорьевич Чеботарёв, один из крупнейших специалистов в области механики, и был при нашем университете когда-то научно-исследовательский институт имени Чеботарёва. И вот уже когда был XX век, это были 30-е годы, мой отец, тогда школьник, он ходил на открытые лекции по математике, которые читал Чеботарёв. И вот тоже о нём рассказывали разные истории, и тоже мы можем улыбнуться, потому что он, мой папа это своим глазами видел, приходил на лекцию в ботинках одного цвета чёрного, а другого цвета коричневого, ну вот как классический учёный-чудак. У него была своя коробочка с мелом, он приходил всегда только с ней, потому что считал, что университетский мел плохой. Ну и тоже анекдот, но анекдот немножко в другом смысле, не так, как мы используем сейчас это слово, потому что первоначально жанр анекдот означал историю с интересным концом. И когда мы говорим об исторических анекдотах, например, или анекдотах об учёных, мы имеем в виду не то, что имеется сейчас в виду, вот это смешные рассказы, а в классическом своём понимании анекдот это некая история с неожиданным финалом, с неожиданным концом. Есть такие исторические анекдоты о многих великих личностях. И вот Чеботарёв однажды пришёл на лекцию по математике, долго доказывал на доске какую-то теорему, потом повернулся к слушателям и спросил, а как вы думаете, на что это похоже? Ну слушатели пожали плечами, а дело в том, что в аудиториях главного здания университета долгое время, ну почти даже до 90-х годов, я ещё помню всё это, стояли во многих аудиториях рояли. Чеботарёв сел за рояль и сыграл одно из произведений Шопена, потом повернулся и сказал, как вы не видите, что мысль-то, вот что это похоже на самом деле. Будем считать это историческим анекдотом о великом учёном. Ну и оставим на некоторое время наших великих казанских учёных и преподавателей и вспомним под занавес знаменитых британских учёных. Пожалуй, это самые знаменитые великие учёные нашего времени, потому что, ну великие в кавычках, да, потому что сейчас науки так быстро развиваются, что зачастую мы не знаем имён великих учёных, мы не знаем их замечательных открытий, которые уже оказали или в ближайшее время окажут огромное влияние на нашу с вами конкретную жизнь, на те гаджеты, которыми мы пользуемся, на те технические достижения, открытия, которые вот будут вокруг нас. Это очень плохо, на самом деле хорошо было бы, чтобы мы знали, когда мы пользуемся флешкой, всё-таки кто её для нас изобрёл, да, когда мы пользуемся компьютером, то интернетом и так далее, то кто это для нас всё это придумал. Но вместо всех этих замечательных имён мы знаем так называемых британских учёных. Интересно, что это мем исключительно нашего российского интернета. Но британские учёные заинтересовались этим вопросом и доказали, что британские учёные ко всей этой истории не имеют никакого отношения. Для того, чтобы у нас была анекдота британских учёных, нужно, чтобы это была какая-то история о совершенно абсурдном научном открытии. То, что с точки зрения здравого смысла, в принципе, невозможно и более того, неинтересно. Так вот выяснилось, что учёные, даже не британские, вообще никакие, собственно, к тому, что рассказывается, не имеют никакого отношения. Сначала, вернее так, сбой происходит на всех этапах развития. Сначала учёные немножечко преувеличивают значение своего открытия, когда разговаривают с прессой, потому что им нужно получить гранты. Для того, чтобы получить грант, нужно громко о своём открытии заявить. Но пока они рассказывают честно, чуть-чуть преувеличивая. Потом у нас в дело вступает пресс-секретарь, которому нужно сделать сенсацию. И тогда он выбрасывает всё неинтересное и оставляет только эту самую сенсацию. А потом эту сенсацию пересказывают журналисты, так как они это поняли. А поняли, скорее всего, не очень хорошо, потому что, как я уже много раз говорила, современная наука уже стала настолько сложной, что с помощью здравого смысла она уже не может быть истолкована. Ну вот, что у нас говорят так называемые британские учёные. И особенно интересно, что действительно встречаются статьи, в которых, как говорится, британские учёные обнаружили. То есть серьёзных статей уже, казалось бы, можно было бы и не ждать. Нет, они появляются. Ну вот, например, если проверить принцип, бутерброд всегда падает маслом вниз, и кошка всегда приземляется на лапы, то британские учёные установили, что если на спину кошки намазать бутерброд с маслом, она не приземляется, она не приземлится вообще, продемонстрировав антигравитацию. Потому что ни на масло, ни на лапы она не приземлится. Ну или вот ещё есть, так сказать, достижения британских учёных, здесь они у нас перед нами. Ну и к чему же мы с вами должны прийти в результате нашего весёлого разговора о великих учёных? Хороший учёный – это не просто серьёзный учёный, глубокий, талантливый учёный, но это ещё и весёлый учёный. Потому что наука, она требует сложного движения мысли, неоднозначности размышлений. Она предполагает, что мы не пойдём самым очевидным путём, а пойдём иногда путём парадоксальным. Юмор строится на тех же самых основах. Юмор – это противоречие, это парадоксальность. Поэтому сам принцип научного мышления и принцип юмора, они совпадают. Поэтому тот, кто хороший учёный, тот умеет быть остроумным, чувствовать юмор и не бояться быть смешным, кстати. И вот последняя история под занавес о великом учёном. Однажды вечером Зерфорд зашёл в лабораторию. Время было позднее, в лаборатории склонился над прибором один из его многочисленных учеников. – Что вы делаете так поздно? – спросил Зерфорд. – Работаю. – Последовал ответ. – А что вы делаете днём? – Работаю, разумеется, – отвечал ученик. – А рано утром вы тоже работаете? – Да, профессор, им утром работаю. – подтвердил ученик, рассчитывая на похвалу. Зерфорд помрачнел и раздражённо сказал. – Послушайте, а когда же вы думаете? Вот не только когда вы думаете, но ещё и когда вы смеётесь. Вот это тот вопрос, который учёные должны задавать сами себе. Всем большое спасибо, и я надеюсь, что в любой ситуации вы будете сохранять чувство юмора. АПЛОДИСМЕНТЫ РУЧИТ Субтитры создавал DimaTorzok